Наша цель — это сформировать картину мира, именно научную картину мира. А зная, что ребята-пиковцы уже начали теорию большого взрыва, кванты, формирования планет, мы решили именно в эту научную картину, в их таймлайн научный внедрить именно химическую валюту. А какой самый первый элемент? Водород. 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 Водороды нейтроны. Сначала нужно найти атомную массу, и от атомной массы отнять количество протонов. Тогда у водорода атомная масса равняется 1 и у протона тоже один. Значит, нам нужно от одного отнять один. Получится ноль. Дальше там идет гелий, он под номером два. У него атомная масса четыре и два протона. Получается, у него два нейтона. Так продолжается таблицами длиннее вода. Субтитры создавал DimaTorzok То есть, если рассмотреть теорию Большого Взрыва, то появляются сначала кванты, кварки, они объединяются в протоны, нейтроны, электроны, но затем идет уже формирование целых элементов, то есть атомов определенного вида. И прямо с ребятами мы делали модели атомов и рассмотрели периодическую систему элементов в плане эволюции. Сначала мы показали, что все элементы были простые, так как атомы водорода и гелия, из них в основном состоят наши звезды. А затем мы начали усложнять, то есть делали и усложненные модели, и мы делали спираль именно химических элементов и показали именно спирали, как они развивалась, химическая эволюция. КОНЕЦ После модели атомов начали моделировать именно целые молекулы. Показали, что после атомов произошло именно усложнение, и атомы начали объединяться, образовывая вещества. То есть если посмотреть по научному таймлайну, то это будет то, что происходит образование веществ, затем вещества друг на друга налепляются и образуются небесные объекты. Но мы это, конечно, не усложняли до такой степени, но мы сделали модели молекул и провели определенные химические опыты. Сейчас мы посмотрим, как у нас образуется молекула кислорода. Периодическая атома. Исходя из положения кислорода в периодической системе элементов, можно заключить, что каждый атом кислорода имеет по 6 валентных электронов. При образовании двух общих пар электронов возможно создание электронной конфигурации неона, благородного газа. При этом получается двойная кувалентная связь. Так, вам будет задание объединить свои два атома кислорода вот такой связью, как была показана. А это атом кислорода? Это атом кислорода. Они образуют углекислый газ. Они образуют углекислый газ. Смотрите, здесь очень важно правило восьми. У углерода сколько валентных электронов? На последней оболочке? На последней оболочке? Четыре. А у кислорода? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он тоже не будет достать. Так, и все они стремятся. Есть правило восьми. И смотрите, сколько у углерода стало электронов на последней оболочке? На последней оболочке было на кислород. Смотрите. На шесть стало восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь то же самое стало у кислорода. Так, смотрим на кислород. И вам нужно сейчас лепить именно вот такую молекулу. Все теперь объединяем свой один атом углерода и два атома кислорода именно вот таким образом. Кислород в кого еще целый? Вам нужно два кислорода, один так. Вы объединили, да, Лиса? Кислород как делать? Еще две какие-то нельзя. Да, вот же он у вас готов. Это же углерод. Кислый газ. Вот же он. Посередине углерод и два кислорода. Вот у нас кислород, он восьмой. Кислород восьмой. Вот он, да. А вот углерод шестой. Вот он. Вот у нас углерод. Они желтенькие. Вот такая она спиралька. Когда мы распределились по клеткам, мы встали в ряд. Начали все закручиваться по очереди. И так у нас получилась спиралька. Потом мы начали передвигаться, опять раскручиваться и закручиваться, как все элементы и клетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Мы брали опыты, называются кухонные опыты, то есть брали реактивы очень доступные, такие как пищевая сода, уксусная кислота, и показывали, что из одних веществ образуются другие вещества. Например, при прибавлении уксусной кислоты к пищевой соде у нас образуется углекислый газ. Также мы доказывали, что там есть углекислый газ, то есть мы вносили свечку, свечка наша тухла. То есть мы показывали, что в мире одни вещества превращаются в другие, идет постоянный обмен как материи, так и энергии. Затем мы начали нашу химическую эволюцию развивать, и если брать Землю, то у нас начало, после химической эволюции, образования определенных элементов, у нас появилась жизнь на Земле. То есть именно как элементарную частичку жизни мы взяли клеточку и начали ее изучать на отдельных уроках. Мы просмотрели, какие виды клеток у нас существуют, то есть это эукариотические, прокариотические, затем то, что клетка бывает растительная, животная клетка. Посмотрели, чем они отличаются, в чем их сходство. Также мы взяли органеллы клетки и изучили определенные функции этих органелл, за что они отвечают. И в принципе мы пришли к выводу, что там нет ничего лишнего, все очень нужно. Ребят, смотрите, сейчас мы с вами будем получать кислород, он у нас и так есть в воздухе, но мы его не видим и не можем доказать, что он конкретно есть. Сейчас мы с вами его будем получать химическим способом и еще докажем, что он там находится. Это делается очень просто. Мы с вами берем колбочку, засыпаем туда перманганат калия или обычная марганцовка. Какого цвета у нас марганцовка? Фиолетовая. Вот, розовая, фиолетовая она у нас. Сиреневая, в зависимости от интенсивности, да? Да, вот. И теперь туда добавляем перекись водорода. Другие реактивы используют. Вот она у нас образуется. Тогда мне нужен помощник Алма. Я, пожалуйста. Ты его потушишь? Вот он! И мы сюда его внесем, давай. Принцип, это точно это? Да. Смотрите, она начинает ярко гореть. Что это означает, ребята? Там есть кислород. А его там очень много, да? То есть он в большом количестве. Так мы с вами доказали, что у нас получился кислород. Вот если кислород у нас поддерживает горение, а углекислый газ, он будет поддерживать горение? Нет, нет. Поэтому у пожарников, да, огнетушитель, там же углекислый газ. Молодец, да. Там именно пена с углекислым газом находится. Пена, наверное, чтобы... Перекрывать доступ к кислороду. Да. Смотрите, что мы делаем. Да, нам достаточно ду. Так, красиво. И... Смотрите, что происходит. Пушит свечку. Потушила. Смотрите. То есть там именно газ какой выделяется? Углекислый газ. А он у нас тяжелее воздуха, и я его могу переливать. То есть мы взяли уксус и... Пищевую соду. Что нам нечего выделяется? Просто переливаем углекислый газ и тушим свечку. А мы переливаем, а мы не можем просто... Он тяжелее воздуха, и он потом будет прям выливаться потихонечку. То есть если углекислый газ будет очень много, то нам будет всем тяжело дышать. С этим и связано вот это головальное потепление. У нас есть углекислый газ, и он образует определенный слой в атмосфере. Если станет его больше, мы будем как в парнике с вами. Во-первых, нам будет тяжело дышать. Во-вторых, у нас здесь будет очень высокая температура. А если... А глобальное похолодание когда? Глобальное похолодание... Если очень много будет смога, твердых частиц, и через них не будет проходить солнечный свет, тогда нам станет прохладнее. Намного прохладнее. Так, помним все, какое у нас поле есть Земли? Магнитное, да? Если магнитное поле тоже исчезнет, и у нас сразу атмосфера от нас улетит, потому что она притягивается магнитом, тоже произойдет... Как на Марсе будем жить. Вообще-то же металл только нет. Феромагниты, они тоже намагничиваются. Да. Так, давай потихонечку выливай. Все. Есть! Давайте еще. Мы с вами берем кальций-глюканат и его поджигаем. Сейчас. Давайте поспеть. Там одна штука. Вот это кальций. Сейчас, терпение. Там происходит сгорание кальций-глюканата, и у нас будут прям... И происходит обугливание. Именно обугленные частицы, они будут подниматься и напоминать по своей форме змей. Реакция очень медленная, поэтому нужно терпение. Обычно, если вы видите видео в интернете, там он так и называется, фараоновые змеи, там снято в очень быстром режиме. Алина, я вас приветствую. Сейчас все сделают по одного опыта. Хорошо? У нас еще опыт. Вот два. Все, на стороне. Все, на стороне. Да. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok